Да, привет, как дела? Ну, дела ничего, нормально, слава богу. Короче, по шкафам работаем, перешел на 5%. Ура! Поздравляю. Что, какие первые отчисления пошли? Ну, в смысле? Ну, отчисления какие, что, пошли? Или ты только начал работать в этом? Ну, то есть, перешел с 15% твоих или 10%, сколько тебе? Там еще 15% и там, в те месяцы, 15%. Не, ну, нормально, я там что-то считал, что-то, сейчас скажу. Сколько у тебя в месяц будет выходить, так, прикинь? Сейчас я скажу, я заработал около, там, не знаю, 200, 200 где-то, наверное, вот так вот. Сколько? Да, все время, может, чуть больше, да? Сколько, сколько еще раз, я просто слышал плохо. Около 200, 200. Ничего себе. Да, теперь слышал, 200. Вот. А какой сейчас у него бюджет, ладно, закрепили, запомнили. А какой у него сейчас бюджет? Ну, то есть, ты на 5% с оборотки перешел, правильно ведь сейчас? Да, да. А сколько у него сейчас бюджет? Сейчас, короче, 100. Сотку уйдет. Сотку? Да. Сотка бюджета, а оборотки сколько ему надо сделать? Двушку какую-нибудь, трешку? Не, ну, на сотку я не сделаю двушку. Да, ну, не знаю, там как пойдет, они еще закрывать не очень хорошо, но как бы уже получше, уже там каждого пятого закрывают. Закрывают, то есть мы работаем там с отделом продаж, и они прям растут на глазах. Вот. Если там раньше каждого восьмого закрывали, то это же за каждого пятого. Короче, говорят, ты там еще приложил все-таки усилия в отдел продаж. Ну, я им там, да, полный маркетинг. Да, это я помню. Короче, получилось, что лучше у них закрытие пошло. У них, у вас, лучше все-таки уже называть у вас. Ну, да. 5-5 процентов отчисления. Я уже думаю, что-то я продешевил 5 процентов. Да, я вот думаю просто, если ты не будешь делать, там, допустим, если ты 3 ляма оборотки будешь делать, то, не забывай, это 150 тысяч, по сути, в месяц. Это неплохо, блин. Если ты будешь делать, ну, это так, как бы, 150 тысяч в месяц, это, конечно, круто, по сути, не вкладывая своих денег, ничего, это прикольно, это привет Юлий. Как бы получится то же самое, что у Юлия. Я к этому, реально, мне понравилось. Юлий, кстати, уже вышел на 200, так что он уже делает 4-5, еще плюс он там новые темы с той же теткой. Ну, ты, наверное, слышал в прошлый раз, как раз. Я тебе еще приду на тренинг. Вот ты знаешь меня, я тоже еще в тему. Ну, в общем, в планах что, в планах кухни. А ты же слышал, да? Ты же у него задавал вопрос, почему кухни, точнее, шкафы получше у Юли, а кухни похуже. Ты же задавал тогда вопрос, да, в прошлый раз, в пятницу? Да, да, я задавал, знаешь, у меня такое впечатление, что они просто заточены на шкафы. Просто сами кухни, они посложнее, и я не очень, ну, как бы с Юлей так подробно не разговаривал, но мне кажется, что они просто с кухнями особо дел не имели. Поэтому, как бы, заморачиваться не хотели. А мои, они изначально на кухне заточены, то есть у них там достаточно сложные есть штуки там в изготовлении, которые, всякие деревянные столешники, что-то хрень, короче говоря. Вот, и все это они умеют делать. То есть, мне кажется, должно получиться сайт, если более-менее сделать. Вот. Ну и цена у них такая прикольная. Я смотрю продажи, у них там 300-500 тысяч продают. Ну, да, есть тогда смысл. Ну, как минимум, попробовать есть смысл. Слушай, а ты с ним, ты сейчас первый же месяц, получается, работаешь по схеме как раз, да? Такой, 5%. Ну, у нас как, у нас закрываются старые, которые сделки еще по 15%, которые до апреля, они у нас закрываются, если вдруг сейчас они их до продают. Ну, то есть, сделка длинная, они там работают, работают, работают. Если вдруг она создана раньше апреля, то она закрывается по 15%. А если она создана уже в апреле, то она закрывается по 5%. На 5%. Вот у нас сейчас две таблицы расчетов. Ну, и тремные 15% будут уходить. Ну, я говорю, но мне надо это самое, я собираюсь, типа, за 20 тысяч работ. Вот. Мне надо оборотку, мне надо, чтобы у тебя продажи были. Ну, я, к чему, и подвожу, то, что надо, получается, уже из сотки как-то, бюджет надо как-то человеку после первого же месяца, если его делать. А, слушай, ну, а сотки все-таки сколько ты сможешь оборотки теоретически выдавить? Я вот сейчас пока сидел, пощупал, у меня странная вещь, смотри. Мы, ну, я раньше, конечно, бюджет сам, что там, я сколько, тысяч 40, наверное, тратил сам. И у меня получался лист 600-700 рублей. Это когда ты вкладывал деньги? Да, да, да. Ну, правда, тогда еще был у меня безинтересный аккаунт. Вот. Который закончился, я понял. Который кончился, да. А сейчас я настроил, я, ну, все там, эти малопоказы, сгруппировал, короче. Вот. У меня, получается, сейчас посчитал новенькую штуку. Ну, то есть я прибавил там ценить, конечно. А ты новый аккаунт создал? Новый аккаунт, да. Ну, тогда подожди 28 дней. А когда ты 28 дней уже прошел после создания? Ну, и прокрутки первых денег. У меня, знаешь, так, на скидку такое впечатление, что у меня цены, цены же без НДС показывают. Правильно? Ну, честно. Ты там с галочкой выбираешь, либо с НДС, либо без НДС. Когда хочешь. Ну, как бы клики, понятно, без НДС. Ну, вообще на четах можно как хочешь. То есть, как захочешь, там галочку ставишь с НДС, без НДС. У меня такое впечатление, что у меня дешевле ценить, чем вот был на этих аккаунтах, на аккаунте с без НДС. Не понял, что я сказал, да? Я понял, что ты сказал. Я тебе повторюсь. Леш, да подожди, сейчас мы тебя быстро разберем. Сейчас мы с Сережей разберемся, да, это самое. А, ну, либо потом в скайпе созвонимся, нам все равно там еще надо разбираться с твоими НДСами. Короче, смотри, смысл в чем? Такой момент. У тебя есть условно НДС. Ладно, даже забей. Вот ты создал новый аккаунт свой в директе новый. Вот тебе надо 28 дней, чтобы там постоянно крутились, первые 28 дней постоянно крутились какие-то деньги, то есть постоянно был включенный. Только после этого начинается реальное снижение цены клика и прочее-прочее. То есть из-за этого у тебя, если у тебя будет постоянно включен, если вы потратите хорошие деньги, то сразу Яндекс вас в ротацию хорошую отправит, понимаешь? А, то есть он еще и показы хрустает. Ну, конечно, он увеличивает показы после того, как у тебя 28 дней реклама подкручивается. У тебя 28 дней должна собраться статистика, то есть если у тебя нулевой новый аккаунт, естественно, ты ждешь от него слишком многого. Ну, то есть, по сути, должна все равно убавиться. Да. У меня он написал, короче, на основной, на поисковой, что типа я 1100 поставил. У меня сейчас работает поиск и баннеры, короче, и РСЯ. На поиске я 1100 поставил, и он написал 2700, типа 100. Ну, рекомендуем увеличить там ограничения на 2770. Что, ставить, что ли? Нет, ну нет смысла никакого сейчас никаких больших ставок ставить, я повторюсь, Сереж, подожди 20 месяцев. Потому что потом у тебя ставки, у тебя ставки все обновятся заново. С учетом старых, у тебя, по сути, начисляются ставки с учетом последних 28 дней от последнего дня, когда ты рекламишься, вот прямо сейчас рекламишься условно в аукционе, и вот 28 дней назад. Ну, при условии, что, например, 28 дней назад у тебя реклама вообще не была на этом аккаунте создана, пожалуйста, у тебя как бы ставки выше пока. Костя, я что-то про продажу. Ты меня слышишь? Раз, два, три, четыре, пять. Да, меня слышно? Ну, тебя слышно, я же тебе сказал, вот 28 дней остановился и жду твоей реакции. Ага, я просто четки пойму, у меня с интернетом какой-то колбаса. Ты слышал, что я последнее сказал? Ну, через 28 дней обновятся ставки. Да, они, я говорю, с учетом последних, вот у тебя есть сегодня 25 число, вот считай, что 28 дней от 25-го это еще март. Вот начиная с марта он смотрит каждую дату. Если еще аккаунт не был создан, то, естественно, он тебе ничего не будет, как бы никаких плюшек не будет начислять. Ну, все, понял. Ну, то есть, может, на 800 я все-таки выйду, да? Есть такая вероятность. Да, вполне. Ну, отлично. В сотке сколько? Ну, я думаю, в среднем где-то 4 заявки, наверное, вот так вот. 3-4 заявки. Сколько там получает? Ладно, не работает. Ну, короче, закрывай в каждом. Средний ценник, 45. Сколько там получает? Чего-то же. Ну, за лимон, короче, миллион 200, наверное, так вот. Миллион. Слушай, ну, надо больше двух делать. То есть, если меньше оборотки будет двух миллионов, тебе будет неинтересно. Я понял, что ты там заработаешь словно полтос, и это, в принципе, не дурно, при условии, что ты не вкладываешь деньги. Но вообще желательно два, два с половиной ляма выйти. Просто если ты ему покажешь, что оборотка будет реально расти, то я думаю, он тебе даст спокойно бюджет. Нет, бюджета нет проблем, он сейчас готов за бюджет, у него проблемы есть, он бурно растет, короче говоря. Он сейчас в некотором таком ахуе находится. Ну, я сейчас понимаю прекрасно. Что все закрываются, он говорит, все закрываются, а я набираю тут с этих людей, блин, у меня бизнес прет дурью. Они, короче, с оборотки полтора миллиона. В этом месяце мы вышли на четыре, короче говоря. Ага, даже так. Это в общей оборотке. Да, и он вообще там в этом таком шоке. Говорит, нихрена, как все работает. Вот он, маркетинг. Короче, берешь у него бюджет побольше, там 200-250, и просто говоришь, чувак, давай вкладывай 200-250, ты будешь как бы весь рынок нагибать, и там типа через полгода у тебя практически все будет покупать, вся Самара будет покупать у тебя, по сути, кухни. Ну, в грозумных пределах, конечно. 30-40% рынка реальным вообще можно занять, во всяком случае в интернете. 30? Да. Если при бюджете нормальном, естественно, рекламы. Ну, это контекстная реклама, чувак. Не, ну, мне здесь, знаешь, что нравится, он, блин, такой, это самое, блин, как губку, все-таки, я уже говорил, вот, что ему не скажешь, он, хренак, два дня, и он уже внедрил, понимаешь, вот, что-нибудь скажешь, бац, он уже это сделал, вот, ему что нравится, быстро, как-то не знаю что, и раз, уже смотрим. Ну, отлично, то, что надо. Вот. Не, я хочу на кухню вообще отдельный бюджет, там около 200, я и хочу с ним говорить, на кухню. Это на шкафы мои 150, он готов выделять, но ему просто не хватает работников сейчас, то есть, ну, не хватает. Почему работников не хватает расширять штатно, да? Да, он расширяет, ну, у него все вакансии, ну, у него и продажник дизайнер, короче, нужен, и замерщик еще один нужен, и этих набирает, короче, у него каждый день собеседник, ну, бурные деньги. Я понял, а через сколько он их наберет? Ну, ты его скажи, чувак, надо быстрее набирать, народу. Тем более, ну, помоги ему, в конце концов, чего, разместите объемление, там подобное. Не, я ему помогаю, как могу, ну, блин, я тебе за... Не, он не мой доволен, я и доволен. Не, ну, понятно, что он доволен, я к тому, что надо, ну, дальше расширяться, потому что он может быть доволен сколько угодно, а тебе тут надо деньги зарабатывать. Ну, да, во-моему, в четверг, например, чуть-чуть там встречу с этими, как его, ну, с работниками, с новыми, с соискателями, короче говоря. Тем более, если другие закрываются, то, получается, есть свободные, на свободные работники, которые куда-то должны пристроиться. Не, ну, все это идет. Вот, единственное, что, этих он наберет на эту неделю, например, на сборщик. С замерщиком некоторые проблемы, но вот, тоже там, такие моменты, что и сливать могут, и все, но... Ну, производство вообще позволяет два с половиной лямов делать? Позволяет, они там одни из самых... Еще дополнительные. Там просто, ему же остался бизнес, вот, свои как, ну, короче, папы, жены, которого я хорошо знаю, а у папы, ну, там, может быть, хрена бизнеса. В том числе, распилочный цех, короче, в Самаре. А, то есть, есть куда расширяться, я понял. Ну, да, там, не прописать, нет проблем. Свои там территории эти, складские, там, ну, короче, нормально. Я понял. Вот, единственная проблема, это вот с людьми сейчас. Они говорят, я не успеваю, просто то одно, то другое, у меня на гарнизации, производство. Ну, короче говоря, идет работа. Так, все довольны, и вот запуск кухонь у нас на июль месяц. Июль? Июнь. А, июнь. Да. А в мае мы просто увеличиваем бюджет шкафов до 150. Вот, такая. Ну, то есть, мы сейчас работаем три недели на сутки, и потом, вот, он подбирает этот народ и увеличивает достаточно. Прикольно, прикольно. Вот, так что, как бы, вроде как результат-то был плохой, классный. Да, вообще шикарный.